девчонки привет с этого ракурса я еще не записывал и когда видео сижу за своим новым столом вот у нас жара воскресенье по 30 градусов но я накрасилась что и собственно включилась пробую второй день вот этот вот baby крем взяла себе желтенький кто мне смотрит знает что я очень люблю зеленый я закончила зеленый решила попробовать желтый он балансинг и он конкретно для типа ну для зрелой кожи и мне очень нравится он такой легенький он отличается вообще другое не такой как зеленый и по цвету отличаются имеет желтинку такую тепленькую но очень хорошо подстраивается под тон кожи и хоть у меня кожа с розовинкой зеленый был такой немножечко более сердцой розово-серый такое как обычно биби кремы а этот желтинку имеет имейте в виду здесь spf 30 то есть на лето классно в общем и я его наносила вместо консилера тоже немножечко туплю из-за жары в общем я собралась жду сейчас за мной приедет муж с дочкой и мы поедем не знаю куда на море на пляж не хочу потому что там много народу скорее всего и в общем я вообще не готова что-то пока к пляжу резко так наступило лето резко наступила жара я не была к этому готова не знаю я бы съездил в торговый центр надо кое-что еще докупить в новую квартиру ужасно устает рука держать телефон вот так на вытянутой руке красилась вот этой палеткой просто супер палетка вот когда не знаете когда не хочется заморачиваться здесь есть все что нужно все цвета которые мне нужны есть в этой палетке это просто супер огонь revolution forever flawless timeless timeless фэнтези вот я же рассказывала как там хочется сменить его я уроню телефон так там спит киска посмотрите на это чудо вот трудно она переживала у нас переезд три дня не ела сидела за диваном пряталась боялась каждого шороха но фу слава богу все хорошо как можете заметить она чилит вот кошечку нашу очень любим так что вот так про биби кремчик хотела рассказать вам очень нравится очень легенький очень тоненький и хорошее покрытие имеет прямо всю мою красноту вообще все выровнял не короче прямо довольна как слон и он такой более жидкий зеленый более такой как сказать там жидкий более плотный вот так что хочу еще разные другие попробовать может быть синий попробуем розовый я пробовала не помню какой розовый меньше имеет покрытие именно все что-то у меня устали руки вообще у меня слабые очень руки я не могу долго что-то держать и тяжелое тоже не могу поднимать и мне телефон трясется буду в общем отключаться девчонки так я продолжаю тему кабачков посмотрите какой мне здесь противень целый кабачков на самом деле это блюдо вроде как легкая но на самом деле я его минут 40 готовил просто порезала кабачки посолила смазала сметаной добавила помидоры смешала сыр с сушеным чесноком с майонезом немножко и в общем все аккуратно тут разложила сейчас все это будут запекать это будет невероятно вкусно просто невероятно ну прощает жизнь сушеный чеснок я поняла что сушеный чеснок вообще крутая вещь но потом размокает и становится принципе по вкусу как как бы вы сырое положили но не нужно чистить чеснок и все такое в общем мне кажется выглядит очень красиво я очень старалась конечно помидоры лучше не маленькие такие большие чтобы целым кусочком положить но у меня таких не не было были только такие и в общем как-то так привет девчонки включила камеру хотела с вами немножечко поблагодарить сегодня должно было выйти видео о пустых баночках вчера вечером я вдруг обнаружила что я его удалила я тут пью кофе в общем его удалила так что его уже не восстановить возможно кому-то это кажется ерундой но именно такое видео я уже не смогу его переснять потому что естественно я все это уже выкинула потому что это было пустое самое обидно что эти баночки я копила наверное год там было столько всяких шампуней масок там даже парфюм был один пустой правда мужской но мне было что о нем рассказать вот даже тональники были там и вообще туши какие-то короче там много всего было ну не прям много много но я с таким воодушевлением снимала это видео потому что никогда не снимала раньше видео о пустых банках и я их целенаправленно копила чтобы сделать какую-то такую новую рубрику у меня был целый пакет и все и меня конечно же всего этого нету и такое у меня разочарование вчера меня постигла короче очень расстроилась и у меня нет вообще никаких видео выставлять чтобы выставлять не в запасе вот это было одно которое я приберегала уже пару недель назад его отсняла и ждала когда у меня не останется ничего в запасах чтобы его выставить потому что оно такое вне времени все равно хоть зимой выставляй меня уже есть сложившееся мнение каких-то продуктах вот у меня есть эти пустые банки я показываю и рассказываю короче все и за летом у меня большой спад вдохновение воодушевлением причем это относится ко всему наверное еще я очень устала с переездом очень то есть на улице 30 градусов жары уже скоро подходит к концу первый месяц лета представляете я еще даже не поняла что лето было все время нужно что-то складывать что-то потом раскладывать что-то выкидывать что-то перебирать очень много вещей иногда хочется плюнуть на все и просто все выкинуть но на самом деле выкинуть всегда успеешь да я так много чего выкинула есть вещи которые просто подходят для одной локации не подходят для другой там какие-то у меня для того интерьера подходили декоративные вещи здесь я их не вижу но выкидывать мне их жалко они новые я их недавно купила в общем не знаю пока что приходится все складывать перекладывать с места на место потому что один комод на который я рассчитывала еще не пришел хотя должен был уже давно но написали что у них там проблемы на складе на заводе бла-бла-бла и вот так вот по коробкам по шкафам потом я не помню где все это лежит а я должна все помнить и ребенок спрашивает мама где то мама где это и муж спрашивает где то где это а раскладываю все я поэтому я должна за всех все разложить за всех все собрать за всех все разложить минутка до жалоб минусы переезда это усталость это постоянно что-то собирание и на старой теперь уже квартире нужно наводить порядки вчера я делала там генеральную уборку на кухне поэтому ногти мои претерпевают просто худший период жизни они просто на соплях у меня держится поэтому сейчас через два часа я иду их снимать не делать маникюрчик снимут эти пластмасски с ногтей я немножечко от них отдохну передохну учитывая что мне много всего нужно делать что связано с руками думаю что осенью или может зимой не знаю посмотрю как будет может через пару месяцев я буду делать заново наращивание но хочу сделать небольшую передышку вообще у меня разные сомнения и думаю я то хочу то не хочу то хочу снять то хочу сделать коррекцию в общем ну раз уж решила снимать начать буду снимать вот немножечко с вами поболтала мне даже немножко стало легче в общем видео пустых банках канула в лету телефон все время мне говорил что недостаточно места освободите место освободите место я психанула и начала освобождать и просто под одну гребенку галочку ну знаете как это бывает я ставила ставила галочки мне куча видео в этом телефоне то что я все время снимаю и и куча коротеньких из которых я потом собираю длинные видосы и в общем ну жмякнула и все и чтобы освободить место я удалила из удаленных а это все никакие программы никакие приложения ничего не помогает восстановить то что уже мы удалили безвозвратно если бы я там куда-то в облако может быть еще сохраняла не знаю короче поэтому я хочу сейчас вам быстренько показать сблизи какую-то косметику которую я заказывала на натина там вообще буквально пара карандашей наверное для губ покажу вам сводчики что там еще у меня из косметики и все что ли а ну тональник про который вам рассказывал уже в начале этого видео парфюмки одну вскрыла тестируем пока просто в такую жару парфюмы сладкие я заказала больше наверное осенние и не хочется в такую жару ничего тестировать супер сладкого знаете эти осы это жара все давит все душит не хочется не красятся ничего хочется вот сходить в душ и сидеть чтобы еще вентилятор на тебя поддувал и водичку вкусную минеральную какую-нибудь малиновую пить на как-то так в общем как у вас погода как у вас проходит лето хочется верить что я еще замечу это лето что оно не пройдет мимо меня как-то так минутка минутка грустная как-то поделилась с вами в общем как-то так и так мы переместились за мой новый косметический стол теперь у меня белый на котором видна каждая пылинка ну ничего так и особо мне тут показывать много нет чего как я и сказала это будут в основном карандаши для губ еще и заказала в своем заказе повторный крем вот такой от everline я уже рассказывала про него мне он так нравится сейчас активно им пользуюсь могу сказать даже что я пользуюсь только им хоть он дневной но я пользуюсь им и вечером и я хотела заказать ночной но почему-то на натина он распространен на видно популярность что ли видите сколько у меня его уже полбанки нет вот я на него смотрю мне так и хочется им намазаться он такой гелевый он такой охлаждающий он такой приятный и запах у него приятный и в общем очень мне понравился и я решила что у меня должен быть запас этого крема еще быстренько расскажу вот про эти вещи никс вот этот фикет стикет маскара очень нравится хочу купить себе в черном оттенке но не знаю почему решила сэкономить и попробовать эссенс этот стоит около 10-11 евро на натина но по-моему не было моего цвета да у меня сейчас это эспрессо но я хочу больше чтобы не было все-таки коричневинки хочу так как у меня волосы чисто черные даже черно-синие вот хочу черный и решила попробовать эссенс увидела у них мне кажется это даже новинка может быть это вообще на самом-то деле перезапуск вот этих их старых тушей где-то у меня была одна поблизости вот может быть это вот это нет здесь make my brow а здесь fixing brow маскара но здесь тоже маскара не знаю пока что не поняла мне кажется нужно и немножечко полежать пока что показался жидким этот продукт и за счет того что он жидкий он как бы плохо цепляется к бровям не особо какие-то ворсинки прилипают к ним и кожа пачкается в общем возможно да дело именно в этом буду пробовать буду еще думать буквально разочек попробовала пока такое впечатление так ну насчет сухого шампуня батис тоже ничего пока не скажу заказала был вообще недорогое 250 200 миллилитров кстати думаю 250 и и что я показываю девчонки давно не снимала вообще я не знаю для меня это не must have именно сухой шампунь у меня один есть от съез или саяс не знаю такой себе мне кажется он нагружает голову и голова может чесаться но я решила попробовать все-таки у меня короткая стрижка и волосы нужно мыть чаще ну лето и голова потеет в общем попробую скажу пока ничего не знаю кокосовый взяла на раз уж они такие популярные почему бы и не попробовать и вслепую на заказывала карандашей для губ заказывала я три карандаша решила попробовать карандаши от wet and wild показались мне не знаю супер бюджетными евро 60 что ли стоили и такие огромные и по сводчим именно даже не по сводчим ну я не помню сводча смотрела лет по картинке именно в интернете казались мне идеальными я взяла два оттенка себе е715 который называется плам брым и е666 который называется брэнди вайн я покажу вам сводчи так сразу в принципе видно что это не то брэнди вайн это скорее таку кстати он даже имеет в себе сатин он просто коричневат и ну как бы вы видите не знаю больше даже для глаз может быть подойдет то есть вообще мимо и вот этот оттенок плам бэри неплохой цвет неплохой многим понравится такой знаете маф это вот так сильно нанесен можно если нанести его не сильно то как бы вот такой вот получается оттенок но это все-таки ближе вот к такому да у нас что-то типа сати маф от эссенс который я думаю многие знают что-то вот такое похоже опять-таки если сравнивать его его с моим идеальным цветом рилуи оттенок 09 до то вот я вам сейчас покажу но видите разница есть этот более розовый не знаю более нюдовый этот более ягодный что ли в нем больше бордовинки в общем-то опять я прогадала не знаю я как мне найти свой идеальный карандаш становся какие-то персиковые кругом вот такое еще заказала много там данного бренда представлено называется астра там и палетки есть у данного бренда и всякая разная декоративная косметика супер бюджетная не помню сколько стоил карандашик тоже в районе двух евро оттеночек кстати сделано в италии и оттенок какой оттенок-то господи короче я не знаю как называется с номер 47 вот так вот ну и тут тоже девчонки смотрим ну да это ближе пыталась найти свой карандаш от эссенс похожий на этот оттенок но не знаю где он это что-то вроде никс который nude pink это именно моем понимании тянет этот немножечко другой этот кстати даже больше всего похож на мой идеальный но здесь больше теплинки в общем я наверное достала вас уже с карандашами и вам это возможно не интересно но увидите опять слепую я на заказывала и пока что не то не то но вот этим я пользуюсь который вот этот вот такой более-менее летний ну кстати на осень тоже наверное будет хорош собственно меня все я наверное буду заканчивать это видео может быть она показалась вам ни о чем но мне не хочется пропадать и хочется хоть какие-то видео выставлять не хоть какие-то в общем вы поняли меня так что буду тестировать новый аромат и парфюмерные видео обещаю тоже не забрасывать ну пока как-то так в общем-то всем желаю всего хорошего напишите как у вас дела как ваше лето и всем пока пока